53 минуты огромный данж ни хера себе целом неплохая игра для тех кто любит такое закликивать мавов до смерти миллиард отсылок и т.д. но затянутая вот да наверное про затянутой самая большая проблема то есть тут постепенно какие-то новые штуки появляются там типа с отменой заклинаний какие-то пауки щиты бла-бла-бла если бы это все как-то быстрее оборота набирала то тебе бы просто не приходилось скучать какие-то моменты как еще новые рогалики но наверно только хейдис так это человек вроде очень больно бед я вышел из даже серьезно взял еще потише чутка лучше музыку послушал так настрой игру покороче если ты настраиваешь игру покороче ты будешь до босса дольше доходить я вообще так и не понял фишку этой настройки если честно то может быть чтобы у тебя было чувство словно ты больше прогресса делаешь по игре вам я с горнкостью перестарался немного но здешние звуки довольно быстро надоедают по-моему самое лучшее описание этой игры ты рпг кликер так как по сути это такой же кликер хиро только с интеграция элементов рпг я блин кстати к не затестил твич мод тут же вроде какой то есть да ладно это еще не последний стрим я наверно от этой ночи на 53 минуты пройду и забью я на самом деле вот что в ней есть ты иногда не замечаешь как время проходит я не знаю почему но какие-то вот диабло она мне вообще не напоминает может потому что я в диабло мало играл я-то на реально напоминает какой-то навороченный кликер больше ты ваганте забросился реально если тупой вопрос просто интересно мы с обсиди нам сыграли один раз это типа какой-то такой рогалик я не знаю заточены под атмосферу супер сложность но он одновременно с этим очень скучно получается часто не напиши на расширить вроде да вот надо поиграть него еще и быть все круто но как-то вот первое впечатление такое что больше у него заходить неохота я постараюсь не повестись на эту херню с финальным боссом ну не финальным а даже не знаю как его назвать просто наверно с боссом потому что то что вот это в дождик появляется это боссами полноценными сложно назвать скорее мини какой-то элита но явно не босс хотя повар был проще чем некоторые вот такие вот элитные челы фига мне кстати реально ой 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 рэнджи постанулся после прокачки я сначала подумал то что монстр сам по себе сдох фига ся наш грумазер ган шип тип чё слышал на сам не играл это которая графонистая с крутой кастомизации пушек да я еще там хатс снимал почему ты хочешь по рельсам потому что мне заставляют фига тут сколько всего еще осталось ты еще не умирал тут ни разу не чё там после смерти что-то прям поменяется сильно или ты тоже не умирал как они за поиграю в этом мне круто потому что я могу читать чат ну типа будем честны я стримил гораздо более скучные медиативные игры она не херовая типа она просто такая человая все типа тот же мунлайтер наверное что-то вроде того только там как-то действий побольше что ли из-за вот этой торговли у тебя нет чувства однообразности что ли хотя с учетом довольно унылой генерации данжев я не знаю прошел тоже без смертей говорят на третьей сложности намного сложнее мне все говорили только что на ней просто интереснее играть и лучше с нее стартовать я так и не решился когда игра тебе говорит то что рогалик это для опытных игроков ты такой тип не пошел и нет печете осталось желание еще попробовать на других классах сыграть и на режиме рогалика из моих знакомых которые проходили эту игру и никто ни разу не умер я и не думаю что игра должна быть сложной если честно мне кажется если бы она была реально сложной она бы скорее больше раздражала чем интереса вызывала почему-то мне такое ощущение типа сдох от того что тебя просто зажали монстры не дают пройти что мы предполагаем лайтер классно да неплохой там какие-то кстати апдейты по выходили но по-моему апдейтов чтобы туда вернуться нет не осталось потому что не очень стрим френдли все таки понятно такая честный чемодом кто-нибудь вообще пробовал стримить это грустный чемодом ты дима не провал каст ладно страшно почему тоже не проблака за даже он где врубается короче понятно у нас с тобой схожие прохождение я на стриме с твич модом мы если успеет зайду гляну это и так тут есть просто хилки спасает ну как бы да просто я сейчас не не сильно обращаю на внимание когда меня там зажимают я просто могу крикнуть типа как 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 неприятно но если бы я играл на повышенной сложности я бы наверное из этого рейджел прям я бы это бесило определенно будет просто в данж заходишь тебе сразу окружает куча мобов и хер ты че сделаешь включаем от вместе все глянем что это за мод меч с падла разбираться я каждый раз хочу настроить на каждый раз забываю дачи хотя бы посмотреть где он находится что он делает но мне говорили что там типа спаун мобов вам за карты что-то еще там я под конец наверно подрублю вы меня убьете на этом все осы твич мода будет завершена блэк стремился твич мода мне об этом говорил лорд барс и старался бы этого чувака очень триггерить стой сундук если на старпыч выкатят крупную обнову заходишь ли ты сыграть него наверно там да это зависит если прям реально как это глобально это может быть поиграл бы хз с одной стороны типа может быть и поиграл бы с другой стороне то чтобы мне сильные цепляют песочницы я такой человек который может чуть запланировать а в итоге черт постримит это либо постримит когда уже это никому не нужно будет вот в этом вся суть типа моих стримов отстой что тихо играет очень после этого забега на 53 минуты пустить нового перца с твич мадом на рогалики думаю минут 15-20 максим проживешь но они будут хотя бы интересными как вариант но мне как бы тоже если честно не не сильно много желание задерживаться в этой игре хочется просто добить сюжетку и удалить и я уже спай у меня бессонница когда как-то засыпаешь если у тебя бессонница или это типа я файл ты намек на то что типа игра уныл и да здраво лэнгри бёрд с вами еще скиллов без мана я скачаю по минигану из варлака миниган из варлака такая шнэм отдельное произведение искусства это чё такая зачароват ваши атаки стихии льда мне кажется лет не особо сочетается с огнем да и как-то дорого по мане ставят кто может быть замедление омега имба и проверять надо не ну как видишь если разрабы старбища проснуться таки запилит 14 или даже 20 то это точно будет что-то крупное все-таки аж год нифига не делали да нифига это не значит зная этих разработчиков старбаунда они могут годами ничего не делать потом выкатить какую-то херню и все останутся довольны кроме меня вот так это работает какая босс пропустил накажется ли я под ритм сейчас шел озик черный вам старбанда опять сломать 90 процентов модов нам это уже нахер не надо какие хорошие моды есть на старбаун что ты был бы недоволен обновой я от спрашивал как-то у чуваков на мне так и не ответили или я просто забыл что тоже вероятно мне кажется в этой грече было бы неплохо добавить возможность продолжить забег за нового персонажа когда ты открываешь новых чаров эти девки с мусорными да 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 девка с мусорным ведром на голове это коротко разработки старбаунда а я же кстати то ли уволили то ли она сама ушла фига косточек в лимоне там стоит несколько глобальных модов размером с этот самый апдейт а чё моды то делать сами ай прибыл другую я прицел просто вакансию ищем бесполезную тянучку которая будет надевать ведро на голову этот монстр наверно один из самых безобидных он такой медленный тушь ничего сделать не может так может все таки в заморозке есть смысл если медленный монстр не опасный то моды как в тиражике новый контент много нового контента а если не хотя бы не так плохо выглядят как в тиражике фракции войны квест другая система прогрессии то есть и старбаунда с помощью модов сделать можно нормальную игру да они тут говно сюжеткой ага какой монстр фига он домашний кстати почти все монстры безопасным тут бы я не согласился кстати все керенджевые чуваки которые копьями закидывают просто жесть или рыцари ледяные вот они тоже бесит или пауки я тебе это уже сходу несколько назвал еще бесит чуваки которые долго убиваются они то чтобы опасно не скорее просто бесит наверно в гуще будет все на неприятно тебе бы приняли ну спасибо записывай сенсор баунт висели в страбаунде на 75 процентов зависит от от модов это как майне видимо когда я последний раз играл там просто не было хороших модов единственное что я вот реально помню клевая старбаун там это какой-то классный рп сервак и вообще не любитель рп и всякого такого но там и какие-то работы были короче сделаны прям полно отыгрыш и ролевая система клево ощущалось город какой-то полноценно был красиво все построено мне очень понравилось ну по скоринам по крайней мере боже мой что там модераторов и нет сало пожалуйста не пиши так больше умоляю тебя мне так падла сворачиваться но еще эта игра не стоит в этом виндовит моде а боже еще один пошел нахер ты отвратителен а на самом деле смешно не нужно было как-то отреагировать негативно чтобы все так делать не начали а у как я вот это чел реально ломает кабину я впервые просел сейчас по хп да не я по ходу вообще даже не рядом со смертью у меня же еще это пассивка есть которой ни разу не бракала да и зелий куча может быть я сумел бы среагировать а может быть и нет кто знает астербаунд реально есть клевые моды которые в несколько раз расширяет игру тот же фрикен и юниверс он добавляет просто огромное количество вещей механи которые нереально круто сочетаются но я понял вас чуваки правда почему-то читая все это мне все равно не появляется желание прям зарубиться в страбач ты когда страбаунд играл успел заценить колонии которые ты сам строишь по моему они были когда я проходил игру но я даже не тестил их у меня сегодня хотела не быть чуваки на прошлом стриме был надо немного отдохнуть от него хотя бы через раз 3 там забеги очень долгие они крутые но долгие жесть по два часа ты как бы и не сильно замечаешь какое-то время проходит но мне хочется чем-то еще постримить но я думаю то что это был не последний стрим по футболу мне основа стояк появился на игру то есть тогда когда я сдох на боссе у меня прям все желание пропало играть но вот сейчас она снова как-то оживилась я просто недавно читал комментарий под роликом варлока ему посоветовали не игнорировать станцию телепортации потому что типа с помощью нее можно очень просто убить финального босса и это имеет смысл типа ты сразу же телепортируешь чувака в комнату и выносишь любую пушку это очень жаско скажу свое мнение starbound лично для меня убили еще с релизом на бете было очень много чего интересного что убрали или изменили к релизу даже то что добавили не особо вызывает желание дальше играть из такого я могу вспомнить рандомную генерацию монстров убрали это я точно помню многие на этот на эту тему жаловались но в том числе я кстати тоже потому что но монстры в страбаунде с последним прохождением по моему мне вообще не понравились я еще вспомнил сломанность метательного оружия который можно всю игру пройти даже классная тема такого не было и насколько же убогая в страбаунде раньше оружие господи я вспоминаю ракетницы которые типа первый выстрел делают задержкой то есть ты достаешь оружие же где-то полторы секунды только потом уж стрелять фу это такой ужас это кстати не поправились самого раннего доступа горели с ним в крутую настолку могу рассказать что из игры но рассказать можешь продай я по настолкам все равно не сильно угораю мой максимум это монополия сашей ну и с анивайром и декарталом тоже было но декартал мудак пошел нахер видеться с не больше не хочу так а че пропустил ничего не пропустил молодец какой привет си цино сан но поэтому я поставил мод на переработку б.б. боевой боевки там скомбов 13 ударов спешилами и просто разнос горгульдана не видел не больше как драконы какие-то выглядят под этим огнем а у них огненные сердца стоям а вот эта тактика огонь против огня явно нелогично так здесь огонь наоборот нужен там типа игра состоит из кусков карты которые надо собирать в одну здоровенную строки дороги замки церкви ну короче средневековый стайл игра на очки играли в антикафе три часа было круто я заказал ее себе бы ну знаешь в антикафе собраться с кем-то поиграть я че-то подумал про настолку то что ты в дискорде с кем-то играл я хотел как-то раз завалиться в антикафе в питере но когда мы пришли на место там его не было я так расстраивался мне кажется антикафе это одно из немногих так сказать единственное прям короче одно из немногих общественных мест где мне было бы наверное может быть даже комфортно и посреди относительных таких же встречей как я что там по поводу настолки эдмунда в табл топ симуляторе все еще надеюсь увидеть как ты вне с кем-то играешь да вообще сейчас никакого желания все что меня интересует с эдмундом это легенда о бамбо я блин реально в три ряд зарубился бы с большим удовольствием хорошие три в ряд даже как-то перенос антиберса не так сильно интересует я в него поиграю конечно возможно даже закрою но как-то эдмунд меня разочаровывает из-за этого у меня автоматически как-то отношение к его играм подпортить подпортилась он очень короче никому с ненужные супер мидбей forever собирается только в эпик история релизить и по моему через год или через полгода в стиме я уже наверно вам рассказывал короче все равно в тему для тех кто не слышал может быть я правильно понял то что супер мидбей forever будет еще и на мобильное устройство то есть мы по сути при любом раскладе не получим что-то примерно что было до этого на самом деле это даже какой-то степени хорошо потому что мне не мне короче наверное было бы странно после зен ты знай делать третьего мидбая снова огненный челна наверно под него я не буду ничего менять падлу просто за фейс-ролю с другой стороны это босс вот понимаете я щас огненным ураном убил огненного босса типа был бы реально прикольно если бы тебе приходилось хоть иногда то меняться между картами может быть на рогалики такая тема есть что без этого прям сложно будет я сейчас этим и перестараться как бы тоже не нужно чтобы тебе на каждого монстра не приходилось менять свой сет пипец они заспавнились что могу посоветовать купить на 80 рублей добавь сотку и купи хейдес нормально апгрейдов кстати да 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 можно было бы сделать возможность переключаться между вкладками даже в странном фоллауте этого нет кстати говоря фоллауте думаю многие в курсе то что там уже есть моды которые ну чутка правят некоторые моменты игры возможно сделать несколько билдов на перках чтобы тебе заново не выстраивать эти карточные билды огромные чаще такого там удобного есть сортировка для инвентаря какая то есть чтобы было понять ничего тебя там где скрывать какие-то ненужные элементы ну так вот короче за моды начали банить заводы беседа начала банить чуваки пытаются исправить обосранную игру хоть как-то их просто за это банит я просто не понимаю кто там сидит на верхушке не там есть какие-то имбалансные моды типа отображение взлома то есть там просто ползунок такой и ты понимаешь куда тебе нужно мышку повернуть чтобы ты идеально взломал каждый замок без сломанных отмычек но господи это такая мелочь на фоне количество дюбов которые есть в игре это были нисколечко не ломает геймплей есть всякие дискорд сервера есть всякие сайты которые могут тебе найти быть все что угодно то есть тебе даже самому этим заниматься не надо и самое главное за дюб никого не банят круто да помимо дюпа там еще можно прокачаться до любого левела в каких-то местах если бы не вся вот эта информация которую ты читаешь про игру и ты бы не осознавал насколько она херовая ну я про себя даже скорее говорю я бы наверное может быть даже еще поигрывал но как-то понимаю насколько разработчикам положить болт на все происходящее вообще ни малейшего желания нет просто не хочется запускать их лаунчер гали вы там уже все до абсурда доходит вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА вам правом 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 неман довольно много на каст они как будто специально пытается сделать суицид реально такое ощущение то что это какой-то эксперимент давайте посмотрим насколько наша аудитория лояльно и будем просто обсираться на каждом шагу даже там где-то сделать невозможно делаем невозможное а че осталось а что я пропустил там понял да там уже какие-то раздачи игр пошли читай такой тоже читал да и грабли free-to-play станет и вся но я кажется делать free-to-play fallout 76 немножко странно будет потому что типа по геймплеев они мало отличается от fallout a4 и в итоге есть они когда-то образумицы допилит fallout 76 он будет уже бесплатный то типа нахер тогда нужно бы нужно быть четверки с другой стороны может и не так много уже и получается этой четверки короче ждем кастомные сервера моды нормальные это будет второй шанс игры наверное но наверняка к тому моменту я скажу да не чуваки чуть не охота может получишь 76 говном потому что все силы бросили на шестые свитки дка не факт что шестые свитки вообще сейчас разрабатываются просто анонсировали чтобы их не засрали и чтобы идти по фанатам было чуждать вообще это довольно странно если бы это так все было потому что ну настолько огромная компания можете позволить все таки нанять больше людей чтобы кто-то занимался одним кто-то другим но я конечно в геймдеве профан поэтому может где-то все не так просто работать как я думаю но блин при пример и пигеймс заставляет думать именно так что если у тебя есть деньги то ты можешь все капец душат факчи босс нагрел в серы нжевики снизу рольплей сервера получи было бы годно в теории может быть да типа как по сталкеру но опять же наверное это все таки мимо меня на это прикольно смотреть откатиться такое уже посложнее фига выкрут и откинула босс проще чем обычный монстры проблем в том что так можно балк рейтса недавно ничего гонова не выпускали не думаю что есть свободные средства может быть может быть хотя там уже было миллиард переизданий sky рима я честно не знаю как у них там вся кухня внутри обстоит в том плане что вот у беседы есть айди да которые делают шатаны как у них там распределение бюджета идет на команду то до что уходит я не знаю на типа беседы за последнее время на самом-то деле много игр сделала дизонда 2 doom заанонсили вольтенштейн 2 что вообще такое выходило я не думаю что эти игры мало принесли им бабла но опять же я без понятия может быть действительно там все плохо вообще скоро выйдет тест блэйдс в которой я бы сам на самом деле поиграл наверно первая мобильная игра которую я хочу постримить и посмотреть насколько она хороша или плоха маленькие прикольный горгулья и Плохо с управлением сотрудников самой компании со старым движком. Да уже говорил я миллиард раз, что типа некоторые говорят, что не в движке проблема. Вот я сомневаюсь, что у нас в чате есть люди, которые шарят в разработке движков и в том, как они вообще устроены. Я вот лично вообще без понятия. Стремить мобильные игры, новый уровень контента TGI, а старый уровень контента Витька, поэтому я просто украду в очередной раз идея Витька. Сначала идею канала украл, теперь еще игры буду воровать. Там еще снизу бас. На самом деле, такими темпами, я думаю, в скором времени даже на мобильных устройствах будут какие-то появляются клевые инди. Возможно, даже эксклюзивные, которые потом будут проспортировать в Steam или типа того, если они вдруг будут обретать популярность. Типа уже многие мобильные игры просто есть в Steam. И не игре их делать обычно нетрудно. Эх, головоломки не ублю, я слишком тупой для них. Что думаешь насчет Outer Worlds? Ничего, жду просто. Поиграл бы и все. Думаю, получится хорошая игра в это все. Беспощадный Ру. Скучий фас. Вообще не знаю, сколько усилим оглохи на такую игру. Типа здесь дизайн прикольный. Куча карт. Над балансом явно тоже как-то заморачивались. Пускай даже если он там не идеальный. Три персонажа, босса всякие. Я думаю, типа долго делали ее. Инди игра, значит небольшая компания. Студия. Значит мало сил, мало ресурсов. Значит долго делают. Сколько она в раннем доступе было? Два года? Это с учетом то, что она уже что-то собой представляла, когда появилась в раннем доступе. Без понятия за сколько я покупал набор Айзека. Антиберс, кстати, бесплатный. Привет. Уже какой стрим ты меня игноришь? Это потому, что я перестал донатеть. Шучу. Я, кстати, немного шарю в движках. Хотя не на уровне суда. Тогда давай свое экспертное мнение. Что ты думаешь насчет движка... Моровинда, который до сих пор апгрейдит. К сожалению, ты забыл свой ник написать. Кто там постоянно забывал ник свой писать? Не вали торги случайно забывал постоянно. Кто забыл написать? Кто забыл, признавайтесь. Спасибо за донат. Блин, эти Скорпионы на пару с этими штуками делают больно. Я, пожалуй, даже хилку выпью. Да, я... Это все ВПН. Видишь, я тебя вычислил. Серьезно, я там че-то пропустил? И правда. Два данжи осталось, пацаны. Два данжи осталось, пацаны. Блин, какое-то интересное сообщение, но монстров много. И довольно опасных. И они еще... Дай! Ой-ой-ой. Больно урона. Много. Блин, от этих чуваков надо кайтить. Еще суть в том, что кривость игры не всегда определяет от балды ее дело или нет. Если движет кривой, то там наверняка много говнокода, который тяжело поддерживать. И баг, багов, которые сложно пофиксить. Или невозможно, так как проще написать заново все. С другой стороны, разве что там в фоллауте через текстуры все так часто проходило, как в SM6? Ну, фоллаут 4 явно был менее забагованы. Это точно. Но я в него не так прям много наиграл. Ну, больше, кстати, чем в 76. И у меня не было лютых фейспалмов, и я не хотел выходить из игры за багов. Сколько лет Bethesda эксплуатирует этот движок, и разве Tess Online был осознан на этом движке? Нет, Tess Online на отдельном движке. У него пентаграмма в руках. Лучше к нему держаться подальше. За сатанизм забанит. Все понятно, Валитар. На самом деле, ничего не понятно. Я из каких-то видосиков на ютубе больше инфу получал, на самом деле. Типа то, что... А три старта, по-моему, ролик был? Может быть, нет, три старта? По-моему, три старта. Где, типа, объясняли механику поездов в Fallout, для которых были задействованы НПС-ники. То есть там НПС-ник, у которого вместо шлема надет поезд. И он, типа, очень быстро ходит, чтобы поезд, ну, начал ехать. Типа, это было сделано, потому что движок просто не может средства для передвижения. Фига, прикольно. Вот это, наверное, прикольная штука. Я под нее готов слот открыть. Типа, здесь урон часто ловишь. Про насколько молнии будет много бить, неизвестно. Я приеду сейчас на канал. Здорово, играю в игры. Как и все. Ничего примечательного. Прощай, Рад Скорпион. Так я и не прошу там какие-то непонятные штуки писать. Я думал, ты простым языком сможешь хоть что-то описать. Да, поезда серьезно так реализованы. Уродская херня, выпусти меня. Я сам, когда Архатов с Карими делал, заметил то, что, типа, это. Или даже из часа Бриюна я это заметил впервые. То, что у каждого торговца есть свой сундук, в котором хранятся все его вещи. И иначе это никак тоже не сделать. На самом деле, не то, чтобы это как-то мешает, как и в случае с поездами. Но только в 2018 году, наверное, все-таки будет заметно, что это не поезд движется, а... Херня какая-то непонятная. Я часть обсуждения уже пропустил. Может, личный вопрос задашь? Можешь простым языком объяснить проблемы движка игр Bethesda? Вот что, допустим, на них такого базового сделать не получится, что есть в других играх? Что быть вот в этом духе, наверное? Я как бы уже пример с поездом... Ну... Объяснил. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! вообще чего ты еще заметил у беседы огромные проблемы в играх с юзер интерфейсом это просто кошмар типа благо то что все игры беседки они очень клево модится это можно легко поправить но блин не за столько лет до сих пор не научились в дизайн интерфейса 76 фоллауте максимально неудобный инвентарь и с учетом того что еще и паузы в игре нет как предыдущих частях это прям вообще боль у тебя могут быть стимуляторы в инвентаре на ты можешь их просто не успеть про юзать ой пока пока я пошел покупать игру ну за 100 рублей наверно можно я думаю в нее можно играть но она не супер крутая сидящий медведь в борде сделано с двух пересекающихся подобные костыли не мешали но из-за них мог могло возникнуть очень много багов прекрати наши страдания ой да ладно скажите то что вам еще неинтересно стриме сидеть душевно базарим по поводу бесезды диджок вхождение в лоли большой искал тяжей вхождение лишь что я сказал порог вхождение в лоли большой до большой особенно если не играл да ёб твою мать как мне это бесит особенно если не играл в мобоигры другие да прям трудно будет я кстати перед лолом немножко играл в игру дэми гад может им так узнает тоже довольно прикольная моба игра но я играл в него в оффлайне но на и типа нормально игралась оффлайне привет давно хотел спросить у тебя родители случайно не работают иначе откуда у них такое грызов макс лоу да когда я уже этого босс убью боже какой мерзкий все получится из базового движок позволит может некоторые моменты не напрямую но с костылями можно как с тем поездом могут быть проблемы с сети но на то это движок немного дописать ничего все равно не понял но ладно душа на базаре другой игре не в другой игре я так много чё-то читать не смогу хождение в дидже все понятно вам когда на экране какая-то динамика то и общаться не так сильно важно если честно прикольная игра была жаль что мертвая да есть такая доме год офигенно я тоже в оффлайне играл и был без ума от того как хорошо она проработана и плохо помню но там клёвые персонажи были мне нравился лучник и чувак у которого башенки на плечах еще там была клёвая прокачка крипов классно шкут шутка skyfall просто офигенная разрядила обстановку конечно 4 игра как это слишком легками кстати кажется то что можно просто заходить в данж находить выход и уходить сразу же ты тогда не будешь овер вкачу но тебе будет сложно с тобой быстро до босса даришь проклятый саркофаг у спуки эрис пропагандирует играть в игры на работе первый раз выпал эта фишка на такая зачем быть в качестве все равно пробегаешь потому что боссов-то тебе убивать придется как тебе идея открыть слот и пихнуть туда амулет на реген маны я сейчас не сказал что эта штука много импакта вносит не на ваш не прокачивая я хотел вот шлем молнии вставить туда который при хитах будет молнии вызывать а количество молнии один хотя бы посмотреть как эта штука работает на мэйбе кстати реген ману будет и неплохо как бы это все это по сами дальше я выхожу сейчас качаюсь идентифицирую карты мы идем в next игру босса убьем следующий раз хорошая здесь я могу выйти соника ни за что на свете не буду менять это отсылка на angry birds но соник мне больше нравится короче фаллоте проблем не в движке а в тупорях что писали или в тех кто не давали нормально писать код в нормальное объяснение моменты выхода тот факт что все что ты улучшаешь отображается в мире это как динамично играется продали ее для меня но по воспоминаниям она была крутая пойдем с кайфанов мана так стоп я хочу это карты огненная бомба воспламенение а в исполнении извините криво читаю такое 3 спасалка то я вчера пропустила обойдешься иди смотри запись нет леспар уже был неплохо кстати хотя единичка исцеления но уже мне кажется там мало дает так я бы хотел во первых шлем затестить ману надо восстановить да котелок наверно открою вот в этих наградах только голда и расходники да мне ключ еще один я еще ни одного не провязал по моему я щас зря кликнул да диспорт с этим котелком топлю как дурак как насчет связки притягивания плюс круговый удар я вообще через скил играть не хочу что при апгрейде шлема будет она 2 молнии больше шанс до у меня есть слот не опознанный зря я щас бесплатно была все эти бесплатно тогда хорошо но ну Продолжение следует...